Всем привет, с вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет крутого боевика 2022 года, 8-й отдел. Американские спецназовцы прочесывают афганский город Масул в поисках противника. На одной из улиц солдаты замечают местного мужчину, который явно прячет под одеждой оружие. Джейк кричит мужчине, чтобы он бросил ствол на землю, а когда тот отказывается, военные его расстреливают. Полковник Том Мэйсон приказывает бойцам отступать, уверенный, что здесь их ждёт засада. Однако Джейк решает сначала обезвредить бомбу, которая была рядом с убитым противником. Солдату это удаётся, однако в этот момент взрывается вторая бомба, а прятавшиеся до этого времени враги открывают огонь и убивают большинство солдат. Джейку с трудом удаётся добежать до джипа, где его ждёт Мэйсон, который точным выстрелом убивает вооружённого преследователя, спасая тем самым жизнь спецназовца. Проходит пять лет, Джейк мирно живёт в Калифорнии со своей семьёй, но всё ещё не может забыть ужасы войны и даже принимает медицинские препараты, чтобы не слететь с катушек. Ветеран работает автослесарем в автосервисе Эрла, своего приёмного отца, который и заботился о Джейке с момента трагической гибели его родителей. Джейк любит свою работу, но ещё больше он любит возвращаться вечером к своему сыну Уэнстону и супруге Эштон. Единственное, что омрачает жизнь семьи, это большое количество долгов, с которыми они никак не могут расплатиться. Однажды Джейк работает в автосервисе, когда появляются мексиканские бандиты во главе с Фрэшем, которые нагло заявляют, что Эрл должен платить им приличную сумму за крышу. Джейк встаёт на защиту дяди и уверенно разбирается со всеми отморозками, заставляя их позорно бежать. А Фрэш напоследок клянётся отомстить ветерану. Позже Эрл говорит приёмному сыну, что это очень опасные люди, которые легко пойдут на убийство. Через несколько дней мексиканские гангстеры проникают в дом Джейка, где охладнокровно расправляются с его женой и сыном. Ветеран кричит от горя и отказывается разговаривать с прибывшими копами. Джейк мучится к ночному клубу, где часто тусуются мексиканцы. Ветеран выхватывает ствол, заходит внутрь и без раздумий расстреливает несколько отморозков, в том числе трясущегося от страха Фрэша. Проходит пять месяцев. Джейк отбывает срок в тюрьме строгого режима за совершённое убийство. Однажды к ветерану на свидание приходит Мэйсон, который обещает вытащить парня на свободу, если тот согласится работать на него и участвовать в очень опасных операциях. Убитый и горем Джейк не видит в этом никакого смысла и просит боевого товарища уйти. Однако вскоре с похожим предложением появляется таинственный незнакомец Рамси. Но и ему Джейк отвечает отказом. Ночью несколько мужчин в масках каким-то образом проникают в тюрьму и похищают Джейка прямо из его камеры. Оказывается, это бойцы Рамси, которому на этот раз удается убедить опытного спецназовца присоединиться к его элитному секретному подразделению 8-й отдел, которое выполняет самые опасные миссии правительства по всей планете. Рамси привозит Джейка в их секретное убежище в Вашингтоне, где представляет спецназовцу его будущих коллег – Элиаса, Эй Джейкса, Бруннера и Мюллер. Бойцы решают устроить новичку боевое крещение, и дерзкий Эй Джекс нападает на Джейка. Но опытный ветеран быстро пересиливает мужчину и хочет жестоко избить противника. Но тяжелые воспоминания о гибели близких останавливают его. Вскоре Джейк вместе с Мюллер летят в Мексику на свое первое боевое задание. В полете девушка объясняет, что им предстоит добыть секретные документы, которые находятся у Алехандра Кастильо, черного торговца оружием, после чего мужчину нужно будет ликвидировать. Вскоре бойцы добираются до места, где Алехандра собирается продать оружие крутому гангстеру Джонни. Джейк подкрадывается к отморозкам и точными выстрелами убивает несколько головорезов, что вызывает панику среди бандитов, которые обвиняют друг друга в подставе и открывают стрельбу. Джейк дожидается, пока большинство отморозков перебьют друг друга, после чего добивает выживших, в том числе Кастильо, забирает нужные документы и уходит, решив оставить в живых двух безоружных женщин. По возвращении на базу Рамси строго отчитывает Джейка за то, что тот оставил в живых двоих свидетелей, так как никто не должен знать об их операции. Мюллер защищает товарища, ведь их основное задание выполнено, однако начальник все равно остается недоволен. На следующий день Лок, один из лучших киллеров в мире, по заказу Рамси проникает в гостиничный номер, где находится крутой мафиози, и убивает его, после чего скрывается с места преступления, попутно отстреливаясь от появившихся телохранителей гангстера. Джейк переезжает в новую квартиру, где подолгу смотрит на фотографию с боевыми товарищами из Афганистана, большинство из которых погибли в бою. Мэйсон также едва не погиб, но Джейк помог командиру выбраться с поля боя. Позже Мюллер находит Джейка в баре, который к этому времени уже успел изрядно напиться. Девушка отказывается отвечать на вопросы о Рамси, однако делится, что она раньше служила в армии, но служба Мюллер закончилась, когда она посмела ослушаться приказа командира. Через несколько дней Рамси проводит инструктаж по новой миссии. Бойцам предстоит выкрасть секретные документы у сенатора Джима Грэма и убить его самого, так как представитель власти оказался предателем Родины. Командир велит ребятам быть наготове, так как у сенатора серьезная охрана. Бойцы под видом геодезистов прибывают к месту, где будет выступать сенатор. Мюллер с боем устремляется к цели, но охрана поднимает тревогу, а сенатор пытается сбежать. Джейк догоняет Грэма, но не решается нажать на спусковой крючок, так как сенатор умоляет пощадить его ради семьи. В итоге остальные бойцы расстреливают Грэма, а Джейк скрывается в неизвестном направлении, понимая, что едва не провалил задание, и Рамси никогда не простит ему этого. Джейк приходит к Мэйсону, который подтверждает, что восьмой отдел однозначно попытается устранить его, как опасного свидетеля. Джейк просит у боевого товарища пистолет и немного денег, чтобы хоть как-то противостоять опытным бойцам. Джейк возвращается к своему старому дому, где встречает лучшего друга своего сына, который рассказывает, что он видел, как Фрэш несколько раз разговаривал с незнакомыми мужчинами в черных деловых костюмах. Неожиданно появляется Лок, который пытается убить Джейка из пистолета, и лишь чудом ветерану удается сбежать. Киллер звонит Рамси, рассказывает о своей неудаче и заявляет, что обязательно доведет дело до конца. Джейк укрывается в автосервисе Эрла, но бойцы из восьмого отдела вскоре настигают его там. Ветерану удается убить Элиаса и Бруннера, после чего он вступает в рукопашную схватку с Эйджексом. Эйджекс бросается на Джейка с ножом, но неожиданно появляется Мюллер и без раздумий расстреливает своего коллегу из автомата. Джейк берет тачку у приемного отца и едет вместе с Мюллер в Монтану, где, по словам девушки, их ждет влиятельный конгрессмен. Вскоре двое добираются до места, где Мюллер неожиданно вырубает спутника. Джейк приходит в себя в небольшом помещении, привязанный к стулу, и понимает, что Мюллер доставила его прямо в руки Рамси. Однако вскоре ветерана ждет еще больший сюрприз, когда в комнату заходит Мэйсон и признается, что семью товарища устранили с его согласия только для того, чтобы опытный боец Джейк присоединился к восьмому отделу и усилил его своим появлением. Мэйсон платит Рамси и Мюллер щедрое вознаграждение за ветерана, после чего возвращается к Джейку. Освобождает товарища и делится, что на самом деле его наняло правительство, чтобы полностью уничтожить восьмой отдел, который стал для них слишком опасен и непредсказуем. Однако хитрый Рамси быстро обнаруживает обман и собирается уничтожить обоих спецназовцев. При хвостне Рамси атакуют Джейка и Мэйсона, но опытным воякам удается убить большинство из них. Мюллер подкрадывается к бойцам сзади и расстреливает Мэйсона, после чего девушка бросается на Джейка. Но ветеран пересиливает противницу и убивает ее ударом ножа прямо в сердце. Рамси пытается сбежать на своей машине, но Джейк догоняет его и заставляет съехать с дороги, после чего без раздумий убивает выстрелом в голову. Генеральный прокурор Мартин Совой поздравляет Джейка с успешным устранением восьмого отдела и предлагает поработать на него. Однако уставший ветеран отказывается от заманчивого предложения. Джейк возвращается домой, где его уже ждет Лок, который собирается окончательно разобраться с ветераном, несмотря даже на смерть Рамси. Двое сходятся в рукопашные схватки и наносят друг другу сильнейшие удары. В итоге окровавленному Джейку удается добраться до пистолета и навсегда покончить с упорным киллером. Джейк отправляет Эрлу письмо, в котором благодарит за все, что тот для него сделал, после чего звонит Савою и соглашается вступить в новый боевой девятый отдел. Как вам фильм «Восьмой отдел»? Поделитесь в комментариях! Спасибо за просмотр и до новых встреч!